Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи обзора рынка. В полдень в рамках этого часа мы с вами смотрим, что интересного есть на рынке, какие темы могут быть постребованы, на чем можно заработать. Проще говоря, по-простому, на чем заработать. Утром мы делаем в 10 утра один обзор, в 12 дня смотрим, что за два часа изменилось, и определяем план на дальнейшее время, на то время, которое вы собираетесь работать, заниматься рынком. Сегодня, тем более, напомню всем, сегодня пятница, 9 июля, середина лета, замечательное время. И просмотр эфира в это время особенно важен. Почему? Потому что понять, есть ли смысл торговать, а может быть уйти в кино с красивой девушкой или на шашлычки, кому что нравится. Ну, давайте решать эту мировую проблему, друзья, цивилизационную дилемму, чтобы не допустить экзистенциального кризиса. То есть, чтобы вы не сидели за компьютером, за монитором, на котором не видно вообще рынка. А в пятницу, в середине лета такое бывает. И чтобы вы не спрашивали потом себя, правильно ли я живу. Вот давайте определимся, есть ли у нас перспектива торговая сегодня, или лучше заняться жизнью. Итак, друзья, евро-доллар. Евро-доллар. Евро-доллар вчера мощно вырос, сегодня подснижается. Оксана говорит, что можем подснизиться до 1.1780. Вот. Ну, Оксана, друзья, это наш Заратустра. Это наш, вот понимаете, пророк по евро-доллару. Поэтому основным движением 1.1780 она видит, а потом она видит, естественно, высоко 1.131 в течение многих месяцев, скажем так. Так вот сегодня, есть ли перспектива для этого движения вниз? Здесь есть, мы уже вниз продвигались, текущая цена 1.1832, но предсказать дальнейшее движение невозможно, на мой взгляд, и даже попытаться трудно, потому что пятничной коррекции нет, недельное колебание небольшое. Сказать, чтобы мы сейчас отбивались наверх, чтобы закрыться на открытии, тоже в этом смысла нет никакого. Основное движение состоялось вчера. Вот она, вот она свеча, которая должна была быть сегодня. Ну и все, и мы застряли. В еврике рынка нет. Вниз, не вверх, со скрежетом, ничего не видно. Пунтик, та же самая история, друзья. Постучался в поддержку свою 1.3758, и все, и застрял. И висит, как тряпочка на заборе красная. Ничего нам не дает. Алекс толкает, 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 толкает вниз. А он что-то не толкается. Всплывает, как лист в проруби, понимаешь. Не толкается. Доллар и иена. А вот здесь любопытно, Калинин. А вот доллар и иена можно, наверное, и посмотреть. Почему? Потому что он неделя отрицательная. Посмотрите. Почему мы утром не говорили о возможной покупке доллара и иены? Потому что у нас есть восходящий тренд. Мы пробили эту границу. Ретест. И ждали, что можем вниз развернуться, дальше падать. Нет. Он не захотел дальше падать. Я пошел наверх. Но вот кто знал? Он будет не двигаться вниз от ретеста, а будет двигаться наверх. Это, кстати, тоже не факт. Коллеги, тут тоже рынка нет. Казалось бы, можно сказать, да надо брать доллар и иену. Да нет, нельзя. Он может просто сейчас показать эту замануху и двинуться вниз, падать. Это будет просто ретест вот такой. Более глубокий, чем по графику. Нет, друзья, рискованно. Рискованно. Доллар-франк. Мощное движение вчера. Больше ста пипсов вниз. Несколько неожиданное. Здесь, естественно, на неделе резко отрицательное. Показали коррекцию. Слушайте, мне кажется, нас сегодня будут дурить. Мне кажется, сейчас вот по этим инструментам, по доллару и иене, по доллару-франку, будут намекать на коррекцию. А сами как-то ремонт вниз. Пипсов на 30 от текущих. Вот глядя сейчас на график доллар-франка, я бы продавал от текущих на 30 пипсов. Вот сейчас 0,9156, я бы продал на 30 пипсов, 0,9126 поставил под селью. Вот серьезно, он говорит. Вот это заманушное движение утреннее, мне кажется, оно больше заманушное. Кто захотел, уже продал. А кукла в годы сейчас Америка придет, скажет, о-о-о, ты думаешь, что сейчас американцы доллар-франк поднимут, а нам-то все равно какой доллар. Нам главное такая доходность. И как пипсов на 50-ка, ломанут вниз. И все. Потому что я вижу, продажа доллар-франка выглядит наиболее интересно. Доллар-канабель. Положительный. Казалось бы, тоже можно сказать, давайте продавать. Не положительный по доллар-канабель. Казалось бы, эх, траля-ля-ля, надо доллар продавать. Но что-то восстанавливает меня. Тоже какое-то чувство, какое-то подвоха, знаете. Здесь все ждут. Все четыре дня отрицательные, положительные, и все ждут коллекции. Да, страшно. Австралийский доллар-доллар. Неделя отрицательная, ждут коллекции наверх. Что-то останавливает, знаете. Что-то останавливает. Почему-то не веря в ослабление доллара в эту пятницу. Прямо вот было мне видение, что называется. Было мне видение. Нет, коллеги? Я должен вам сейчас сказать, что да, все. Три дня мощного падения, мощная коллекция, и она частично идет. И утром мы об этом говорили. Но вот дальнейшего движения почему-то не вижу вообще. По той динамике, я все по факту. Вот по той динамике, какая есть, мне кажется, это все, что люди заработали. На сегодня. ДАКС. Вчера мощный упал, сегодня с ГЭПом наверх продолжает рост. Ну, вроде бы, по логике, вещь должна расти выше до 15,689. СНП-500, также как ДАКС, выглядели достаточно убедительнее, убедительнее, чем валюты. Кто хочет торговать против доллара, может быть, лучше австралийцами трогать, а купить СНП-500 наверх. С целью удариться в начало недели 1361. Долго, конечно. Ну, вот тема, которую мы обсуждаем с севером. Фибро золота. Нравится с северу металла сейчас. Он активно их сам торгует. Вот. И его основная идея – отбой. Отбой от границ. Ну, у севера своя разметка, у меня своя, но идея основная такая. Отбой от уровней, который, на наш взгляд, является сильным сопротивлением. Вот у меня 1804, да? Вот здесь стоит. Утром, во время утреннего обзора, было 1805, было в плюсе, пробивали. И, мое мнение, было на продаже 10 долларов вниз. Ну, вот 3 доллара прошли и остановились. Кто продавал со мной, утром, тот остановился, естественно. Будете здесь коррекции? Вот здесь верю. Знаете, почему верю? Потому что четыре дня не пускают выше. Вот такого прям мощного сопротивления на других графиках нет. Мне кажется, отсюда могут отбиться мощнее, чем откуда-либо. Поэтому тему поддерживаю. 10 долларов, ну, желательно было, конечно, войти 3 доллара назад, когда мы это обсуждали. Ну, и сейчас, я думаю, что если будет пробой вниз, отбой, вернее, от зоны сопротивления вниз, вполне-вполне может быть движение 10 долларов. Мне кажется, еще не поздно. Поэтому моя основная утренняя идея продажи доллара остается в силе. Ну, по той простой причине, что четыре дня мы уже, так сказать, все, уже дни прокола состоялись, а сегодняшний прокол не удержался наверху. Не удержался. Давайте включим часовой график. Бьем, бьем, бьем и никак. Кажется, вероятно продажи. Серебро. Ну, серебро, как вы знаете, у меня проданное. Мы на него смотрим. Хотел я закрыться, но коллеги говорят, что можем дальше пойти вниз. Ну, что, в понедельник будем смотреть закрываться. Поддержка здесь сильная. 25,74,58. Я ее пробоя не жду. Более того, я жду, вполне может быть, что сегодня немножко отобьются, скорректируются, зафиксируются в прибыль. Поскольку неделя отрицательная для серебра. Вот таким образом. Ну, а в понедельник уже продолжим. Поэтому я серебро не доливался, не крыл. Нефтюшка. В понедельник отрицательная, но второй день растет. Многие хотят брать. 73,71 по WTI, но без меня. И 74,75 по броню. Но тоже без меня. Тоже без меня все-таки. Не верю я в дальнейшие движения нефти наверх. Я и сейчас не понимаю, почему она росла. Ну, тут я больше, знаете, сходя из позиции, что я не понимаю, почему она растет, поэтому не ухожу. Даже, так сказать, планы строить не буду. Особенно на пятницу. Вот вчера я бы, например, в таком же раскладе сказал бы, покупайте. А пятница, встречные интересы, конфликт интересов. Очень серьезное решение. Без меня. Доллар, третская вера. Посмотрите, что происходит. Вверх-вниз, вверх-вниз. Так три раза подряд. Нет здесь торговых идей. Китайский иран. Торговая идея наверх. Но в неделе отрицательная. Тоже нет мыслей. Ну и доллар-рубль, конечно, самый сложный, на мой взгляд, сегодня инструмент. По очень простой причине, неделя для доллара положительная. Но банк России может захотеть закрыть и все получше. У нас курс доллара, это как, знаете, может не вспомнить день рождения, а курс доллара он вам скажет в любой момент времени. может банк России дотолкать вниз. Мы с вами утром цель обозначали вниз, потому что вот этот вот пин-бар, его вниз надо отработать, ну и где-то на уровне 74-16, мне кажется, мы можем вполне как бывать. Но с другой стороны, фундаментальные новости для рубля не очень сегодня. Особенно вот эти новости с Талибаном, то, что они были в Москве, встречался наш миф, но это как-то так, ну очень тревожно. Это вызвать, конечно, недовольство Запада, и Американцы, и Евросоюза. У них там свои претензии, там расстояли, там расстояли свои подразделения, и Германии, там Франция точно была, и Европейцы, ну, Американцы, понятно, там основные базы, вот, и погибшие там есть, не так все просто. Вот. Они-то так, людей там тоже потеряли, и в Раке, и в Ливии, в Афганистане. То есть, так, чтобы завести войска, и чтобы никто не погиб, такого вообще никогда не было, и не будет. Вот. Я не в Ливии. Ну, и вот с этими делами тоже. А тут, получается, мы с Талибаном встретились, и будет недовольство. Поэтому сейчас тоже продавать доллар-рубль в этом вот складе тоже пять раз подумаешь. Поэтому, коллеги, подводя итог, давайте еще раз вернемся к продаже золота от текущих. Вечно так стоять не будем, четвертый день уже на этой отметке стоим. Вечно стоять не будем, поэтому поторговать вниз на мой взгляд. Продолжение следует...